При первом АКДС я очень долго сомневалась, что вот ставить нам его или нет. Чаще из обязательных это БЦЖ, отказываются родители. Это дети, не защищенные от тех инфекций. Эти дети могут быть носителями этих инфекций, при этом не болеть. Инфекционные болезни сопровождают человечество с момента его становления. Эпидемии во все времена приводили к гибели миллионов людей. До изобретения прививок болезни катастрофы были частым явлением. Но именно вакцинация позволила остановить распространение многих наиболее опасных инфекционных заболеваний. Напомните, об этом призвана Европейская неделя иммунизации, которая традиционно проходит в последнюю неделю апреля. В этом году ее девиз «Защитимся вместе, вакцины работают». Почему же стоит делать прививки и не нужно доверять предрассудкам? Говорить об этом будем прямо сейчас. Сегодня каждый школьник знает, что прививка защищает от болезни. Вакцинация – это намеренное заражение человека вирусом или его частью, чтобы к нему выработался иммунитет. Каков же механизм действия прививки? За счет чего она помогает нам справиться с инфекцией? Процедура вакцинации проходит почти безболезненно. Препарат вводят в организм с помощью шприца или капают в полость рта. Когда безопасные частицы вируса попадают в кровь, то в организме начинают вырабатываться особые защитные белки – антитела. Когда настоящий вирус попадет в тело человека, эти антитела уничтожат микроб. И тогда человек либо не заболеет вообще, либо болезнь будет протекать легче. Так вакцина формирует специфический иммунитет – защиту против определенных смертельно опасных болезней. В каждой стране существует свой национальный календарь прививок. Принципиального различия между ними нет, просто они содержат разное количество прививок. Так в США это 16 наименований, в ряде стран Европы до 15, а в России – 14. В поликлинике есть кабинет специальный для вакцинации. Можно обратиться в этот кабинет и также можно обратиться к участковому врачу-терапевту. Участковый врач-терапевт проинформирует обо всем и все расскажет, где поставить вакцину, какие могут быть побочные эффекты, осложнения, ну и прочее. Массовая вакцинация позволяет создать защиту от вирусов в гораздо большем масштабе – так называемый коллективный иммунитет. Это все-таки такое условное понятие, которое и характеризует привитость населения в целом. Говорится в рамках, допустим, профилактики гриппа. Когда у нас идет массовая также вакцинация, и чем больше мы привили, чем больше вероятность того, что у нас именно эпидемии и высокого подъема заболеваемости гриппом не будет. Однако, как только уровень коллективного иммунитета падает, инфекции, о которых благодаря прививкам мы забыли, тут же поднимают голову. А ведь в последние годы отказ от прививок становится не такой уж и редкостью. Почему же так происходит? И как с антипрививочниками будут бороться на государственном уровне? Расскажем во второй части программы. Тюменские врачи будут чаще проводить удаленные консультации для жителей сельской местности. За Агат через телемедицинский центр организовано 500 онлайн-приемов. Удалось спасти жизни 11 пациентам. Информационные технологии помогают экономить время. Большей части жителей области удобнее записаться к врачу дистанционно. В этом тюменцам помогает и мобильное приложение «Медицина-72». Его на свои смартфоны скачали уже свыше 143 тысяч человек. О других новостях прямо сейчас. Тюменская область присоединилась к национальному дню донора. С раннего утра в пункты переливания крови приходили люди. У процедурных кабинетов даже образовались очереди. Желающих сдать кровь ежегодно становится больше. В прошлом году 3000 человек сделали это впервые. А всего в 2018-м было заготовлено более 32,5 тысяч литров крови. В основном все безвозмездно сдают кровь по велению душе. Ежедневно мы принимаем от 150 до 180 человек. Спасти жизнь 609 еще нерожденных малышей помогли в прошлом году тюменские врачи. За хорошую работу отметили консультацию второго роддома. Здесь эффективно повышают рождаемость и сохраняют женское здоровье, в том числе и за счет снижения числа абортов. Тюменцы продолжают удерживать четвертое место в рейтинге регионов с самыми точными людьми. Диагноз ожирения врачи поставили 2,5% жителей области. В тройке лидеров в стране курганцы, магаданцы и алтайцы. А между тем продолжительность жизни у людей с чрезмерным весом сокращается на 10-20 лет. Ведь среди наиболее часто встречаемых у них заболеваний такие тяжелые, как сердечная недостаточность и гипертония, инсульты, бесплодие, сахарный диабет и нарушение функций пищеварения. Вот эта проблема сейчас выходит на первый план. Проблема тяжелых, сопутствующих ожирению заболеваний. Ей 28 лет, а у нее ни разу не было месячных по причине ожирения. И она, естественно, хочет родить. У токсикологической службы Тюменской области круглая дата. Ее врачи 40 лет приходят на помощь людям при острых непищевых отравлениях. А это медикаментами, кислотами, щелочами, угарными и выхлопными газами, а также спиртами и наркотическими веществами, грибами и с укусами змей. Ежегодно они спасают более 2000 пациентов. А тем временем змеи уже проснулись. Толкнуться с ужом или гадюкой можно не только в лесу. Они заползают и на ближайшие дачные участки. Укусов пока не зафиксировано, чтобы их избежать обходить рептилии стороной. Когда человек идет в лес, он должен обуться так, чтобы змея не прокусила его кроссовки или сапоги. Он должен держать в руках палку, которой он предупреждает о том, что он идет по лесу, чтобы змеи расползались, они сами на людей не нападают. Лишь одно упоминание об этой кожной болезни заставляет невольно поежиться. А тем временем в конце весны и летом число заболевших увеличивается на 50-60%. А всему виной маленькие котята. О том, что важно знать о стригущем лишае, мы поговорили с нашим гостем. Оксана Кушниренко. Врач высшей категории. Дерматовенеролог, косметолог. Стаж работы 25 лет. Стригущий лишае активизируется в весенний период из-за того, что рождается много котят. Из всех источников заражения только 2% относятся к другим видам животных, кроме кошек. И люди друг от друга заражаются всего в 2%. А в основном все-таки это котята. Не всегда у такого котенка больного бывают какие-то заметные очаги поражения. Котята очень хорошенькие, и дети их любят. Каким признаком можно определить, что человек заражен? Красные пятна на коже в любом месте. Это могут быть красные и розовые пятна на волосистой части головы у детей. И потом уже вторым этапом начинают на голове обламываться волосы. Появляется очень выраженное, заметное такое азбестовидное шелушение. Потихонечку очаг ползет, распространяется, появляются новые очаги. И в результате может занимать очень большую площадь поражения. Стрягущий лечить нужно обязательно, сам он никогда не вылечится. И если замечают очаги какие-то на коже или на волосистой части головы, нужно обращаться к врачу. Дети с волосистой частью головы должны лечиться полтора месяца. И они не посещают школу примерно 2-3 недели. Поэтому лучше было бы, чтобы была более активная профилактика. А профилактика в чем заключается? Профилактика заключается в том, чтобы прививать животных, которые берут в квартиру, прививать животных, которые выходят на улицу ежегодно. Если в семье есть больной человек, то проводят меры дезинфекции. Переболев однажды, может возникнуть еще раз у нас это заболевание? Да, может. Стойкого иммунитета нет. Один и тот же ребенок заболевал несколько раз. И это происходило из-за того, что не было вылечено окончательно животное. Оксана Васильевна, а у нас по теме никак в целом состоит ситуация? Достаточно активная ситуация с отрягущим лишаем в районе 50 человек. С начала года уже обратились к нам из Тюмени и Тюменской области, юго-Тюменской области, с таким заболеванием. Примерно половина из негородского населения и половина из районов Тюменской области. Это достаточно большая цифра, высокая цифра, потому что в основном это дети. Трягущий лишай вызывается микроспором, в этом микроспоре вызывает и трихофитоном. Трихофитонов есть несколько возбудителей, но в основном сейчас актуальны поверхностные трихофития. Поверхностные трихофития поражают также гладкую кожу, тоже появляются очаги розового цвета. Они немножко больше, чем у микроспории, и не такие воспаленные. Чаще всего болеют люди, занимающиеся спортом. Именно на матах. Это передается, видимо, при близком контакте, при трении. Призываю всех, кто посещает спортивную школу, именно обратить внимание на меры дезинфекции, чтобы не было распространения среди занимающихся спортом. При первых же признаках, если маленький, что называется, пятушка появилась сразу, когда маленькая пятушка появилась, сразу обращаться к врачу. В последние годы среди родителей все популярнее становится отказ от вакцинации своих детей. Группы вроде «Против прививок» есть и в Тюмени. Что движет этими людьми и есть ли реальные основания для опасений? Продолжим разбираться в теме. За пропаганду отказа от прививок – штраф. Такую законодательную инициативу обсуждают депутаты и общественники. Сейчас в России непривитыми остаются 5% населения. При этом 1% – это те, кто отказывается от вакцинации, поддавшись антипрививочному лобби. Вот эта вот инициатива, если она будет поддержана, это большая роль в том, чтобы мы победили антивакцинальное лобби. Потому что антивакцинальное лобби, как правило, это не специалисты в области медицины, это не врачи, которые сталкивались с болезнью. Если предложение примут, Россия пополнит список стран, где существует ответственность за поддержку и распространение антипрививочного движения. Государство, каждое следит тоже за этой проблемой. И поэтому национальные календари расширяются. И мы понимаем, такой новый термин появляется, как ревакцинация. То есть повторное введение дозы вакцинного препарата. Для чего? Для того, чтобы сформировался, ну, давайте говорить таким термином, коллективный иммунитет. Антивакцинальную бациллу Эльмира Васильева подхватила на форме в интернете. Первому ребенку прививки не ставила с рождения в течение двух лет. Но когда в семье появился второй малыш, задумалась. При первом АКДС я очень долго сомневалась, что вот ставить нам его или нет. А потом я нашла врача в этой поликлинике в нашей. И она меня вот убедила, что для сохранности здоровья ребенка АКДС все-таки нужно поставить. Не все родители за дополнительной информацией обращаются к врачу. Многие внимают рекомендациям из интернета, а пишут там всякое. Тем временем отказ от прививок одних оборачивается проблемами для других. Это дети, не защищенные от тех инфекций. Эти дети могут быть носителями этих инфекций, при этом не болеть. И дарить эту инфекцию рядом стоящим взрослым, у которых сахарный диабет, другим детям, у которых тяжелые заболевания почек, легких. Но до сих пор мы говорили о детях, а что же взрослым? Вакцинироваться не нужно? Необходимо. Надежда Кузьмовна узнала об этом, когда проходила диспансеризацию. В зрелом возрасте необходимо ежегодно прививаться от гриппа и раз в 10 лет от столбняка. Еще одна важная прививка – от пневмококковой инфекции. В свое время я прививала супруга, у него были проблемы, которые могли бы привести к пневмонии здоровья. А о себе как-то забыла. А вот нынче, почему-то, в прошедшем году, я думаю, почему бы и нет. Мы посоветовались с семьей, я посоветовалась с дочкой, и прививка платная. Так сказали, мама, прививайся. Прививаться или нет – решать только вам. Ни один врач не может заставить вас пройти вакцинацию. Но подумайте, разумно ли отказываться от достижений прогресса из-за предрассудков и страха? Ответ на этот вопрос каждый должен найти сам. На этом у меня все. Увидимся через неделю. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы!